МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чём расскажем сегодня. В городском совете Нарьинмара сегодня состоялась первая сессия обновлённого состава городского парламента. В ходе неё был избран председатель городского совета. В регионе рассматривается возможность строительства доходных домов для приезжих специалистов в сфере здравоохранения и образования. Реализовать проект по возведению таких домов предложил глава региона Александр Цибульский. С 1 января 2020 года Ненецкий округ выходит на новый уровень обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Как будет происходить утилизация мусора в регионе, об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. В окружной прокуратуре состоялся Всероссийский день приёма предпринимателей. В адрес ведомства поступили обращения от двух субъектов малого и среднего предпринимательства. Отмечу, что подобные встречи представителей прокуратуры и бизнес-сообщества проводятся по всей стране каждый первый вторник месяца. Ирина Никешина расскажет подробнее. Первое обращение касается участия субъектов малого предпринимательства в закупках для обеспечения учреждений образований округа мясными полуфабрикатами из Оленины, производимых на территории Ненецкого округа. По словам представителей кообхоза ЕРФ, к участию в крупных аукционах они не могут быть допущены из-за отсутствия опыта работы. Мы сейчас отключили договора с четырьмя образовательными учреждениями. Это школа номер пять, школа номер три, Ромашка. Так, у нас на подходе сейчас заветехникум. Завтра будет решаться у нас аукцион. Вот этот электронный. А вот какой конкретно тогда аукцион препятствует вашему участию в бизнесе и реализации вашей продукции? Ну, это, наверное, аукционы, которые крупные очень. Как пояснил уполномоченный по защите вправ предпринимателей Герман Сопочкин, у заказчика есть право крупные лоты объединять в консолидированную закупку. В таком случае мелкий бизнес не сможет участвовать в таком аукционе. Здесь, конечно, законные эти способы в линии поставщиков, что конкурс, что аукцион. Но если бы лоты были поменьше, а именно аукционы проводились, и это были поменьше, нежели чем на 27 миллионов, на 18 миллионов, то, конечно, было бы условие для участия не создано малого предпринимательства. Ещё одно обращение, поступившее в адрес прокуратуры округа, касается предпринимателя, который не может вернуть собственные деньги. В январе от судебных приставов в его адрес пришло постановление о том, что ему необходимо уплатить сумму 1% с доходов за 2016 год. При этом ведомство ссылается на то, что ранее это требование уже было направлено в адрес предпринимателя. Когда стали разбираться, они сказали, что эта сумма поступила к ним с пенсионного фонда на 1 января 2017 года. Пенсионный фонд передал полномочия, и как долги, как и прочее, они передали свою налоговую. И, мол, идите разбирайтесь в пенсионный фонд, оттуда пришло поступление. В пенсионный фонд я пришёл разбираться, они, соответственно, ссылаются на управление, на какой-то чудесный реестр. По словам предпринимателя, ему пришлось заплатить деньги по постановлению судебных приставов. Там почти 3 миллиона сверху нам дохода лишнего насчитали. И пришлось заплатить деньги, чтобы нас приставили. Мы заплатили 28 тысяч вместо 5 тысяч, которые мы должны были заплатить. Мы заплатили 28 тысяч. Ещё пеней насчитали, там 5 тысяч за два года, естественно. Но мы их не стали платить. Они сказали, что мы сделаем перерасчёт. Они, кстати, увидели эту ошибку и согласились со мной даже, что это ошибочная сумма и что они её исправят. Это было в начале года, 19-го, мы разбирались. Перерасчёт до сих пор не произведён, сетует предприниматель. Излишнеуплаченную сумму ему по настоящее время не вернули. В свою очередь от приставов продолжают приходить постановления с требованиями об уплате пений. Для перерасчёта предприниматель нужен эффект на справку состояния расчётов, обратиться в пенсионный фонд. Взаимодействие происходит на уровне региональных управлений. Управление пенсионного фонда по охране с полости и управлению ФНС по охране с полосы нескольких. Для перерасчёта управление запрашивает у нас декларацию, которая перемешивается. Он это всё сделал. Я это услышал. И он взял и декларацию взял. Нет, а управление пенсионного фонда должно запросить в управление ФНС России по охране с полости и на. В свою очередь прокурор округа обратился к предпринимателям с просьбой при записи на приём более чётко формулировать свой вопрос, чтобы к его рассмотрению можно было привлечь все заинтересованные стороны и решить проблему в оперативном порядке. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Окружные парламентарии провели традиционную встречу с депутатом Госдумы Сергеем Коткиным в рамках его региональной недели. Сергей Коткин рассказал о предстоящей работе по рассмотрению проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Как отметил депутат предварительной фракции «Единая Россия», встретилась с первым заместителем председателя правительства РФ министром финансов Антоном Силуановым. Разговор у нас состоялся, на мой взгляд, очень предметный с Силуановым. Те проблемы, вопросы, которые вы задаёте здесь, которые задают жители, они были озвучены. И причём озвучены даже не столько депутатами Государственной Думы, сколько председателем собрания в совокупности. Антон Германович, в принципе, очень подробно доложил нам по 2018 году, по 2020, в ближайшей перспективе. Но было предложено ему уйти от цифр, которые там туда 100 миллиардов, туда 200 миллиардов, опуститься, так сказать, на землю и говорить по тем проблемам, которые сегодня волнуют регионы и волнуют целым Российскую Федерацию. В ходе встречи окружные парламентарии озвучили депутату Госдумы ряд вопросов. В частности, Александр Чурсанов обратился к Сергею Коткину с предложением о включении рыболовецких колхозов в перечень работников сельского хозяйства, которым положена доплата к пенсии. Наталья Кордакова обратила внимание на необходимость решить вопрос по душевому финансированию в малокомплектных школах, а также снижению ставки страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в районах Крайнего Севера. Подводя итоги встречи, депутат Госдумы и региональные парламентарии договорились продолжить совместное продвижение инициатив собрания депутатов Ненецкого округа на федеральном уровне. Встретился Сергей Коткин и с представителями активной молодежи Заполярья. В Центральной библиотеке имени Печкова состоялся диалог на равных. На встречу присутствовали общественники, студенты и школьники. В ходе диалога депутат Государственной думы рассказал молодежи о своем жизненном пути, о том, как провел школьные годы, как выбрал училище для поступления, поведал Сергей Коткин и о своей деятельности в спецслужбах, а также карьере политика. Добавлю диалог на равных. Это проект Федерального агентства по делам молодежи. Он направлен на организацию дискуссионных площадок в студенческих аудиториях, где приглашенные эксперты в формате диалога обсуждают актуальные тренды в молодежной среде. Цель проекта наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. В городском совете Нарьинмара сегодня состоялась первая сессия обновленного состава городского парламента. В ходе нее был избран председатель городского совета, им стал Денис Гусев. Кроме того, новым составом парламента окружной столицы выбраны заместители председателя и утверждены составы постоянных комиссий. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на тайное голосование, в ходе которого избирался председатель совета, были внесены две кандидатуры – секретарь Ненецкого регионального отделения «Единой России» Денис Гусев и вице-президент Ассоциации ненецкого народа и «Савэй» Александр Терлецкий. По итогам голосования 14 из 15 голосов набрал Денис Гусев. Таким образом, он возглавил представительный орган местного самоуправления Нарьинмара на ближайшие пять лет. Денис Владимирович Гусев родился в 1976 году, имея два высших образования. В 1999 году окончил Поморский государственный университет по специальности «Историк». В 2014 году – Северный арктический федеральный университет по специальности «Инженер». Трудовую деятельность начал в 1999 году со службы в Архангельской таможне. С 2000 года работал в Паулу Койл в Нарьинмаре. В 2012 году был избран депутатом Совета Заполярного района 2-го созыва. В сентябре 2013 – депутатом Архангельского областного собрания депутатов 6-го созыва. С декабря 2016 года является секретарем Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия». В 2004 году учредил федерацию бокса Ненецкого округа и руководил ей до 2019 года. Чемпион Архангельской области по боксу 1995 года женат воспитывает троих детей. Заместителями председателя – избранный Александр Терлецкий и депутат Горсовета предыдущих трех созывов Вера Дроздова. Программу развития региона НАО-100, инициированную Александром Цибульским, сформирует из предложений жителей Ненецкого округа. Напомню, старт проекту глава региона дал в конце сентября. Как сообщается на официальном сайте региональной администрации, в ближайшее время будет проведено совещание с заместителями губернатора и руководителями органов власти, в ходе которого будет определен порядок работы по ключевым и стратегическим направлениям. После этого представители власти приступят к формированию самого пула проектов, которые будут взяты в работу по предложению жителей. Дальше путем голосования граждан будут определены те проекты, которые войдут в программу НАО-100. И, как отметил глава региона Александр Цибульский, ряд проектов, которые приняты к реализации по инициативе жителей Ненецкого округа, уже могут считаться частью программы НАО-100, поскольку отвечают концепции ее формирования и реализации. Добавлю, долгосрочный проект развития региона НАО-100 рассчитан на 10 лет. Мероприятия проекта станут своего рода дорожной картой с принятой 19 сентября. Стратегии социально-экономического развития НАО до 2030 года. В регионе рассматривается возможность строительства доходных домов для приезжих специалистов в сфере здравоохранения и образования. Реализовать проект по возведению таких домов предложил глава региона Александр Цибульский в ходе еженедельного совещания со своими заместителями и руководителями исполнительных органов власти. Докладывая о текущем положении дел в сфере здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, руководитель профильного департамента Сергей Сверидов сообщил о том, что с начала года в регион привлечено много медицинских специалистов. Это и врач-педиатр участкового, и врач-клинической лабораторной диагностики, и врач-терапевт 2, эндоскопист, врач-педиатр. До конца года планируется привлечь для работы в округ кардиолога и онколога. Однако существенной проблемой, которая усложняет процесс привлечения медицинских кадров на крайне север, по-прежнему остается отсутствие служебного жилья. Для того, чтобы частично решить эту проблему, по поручению губернатора рассматривается вопрос о продлении срока предоставления компенсации за наем жилья для специалистов в сфере здравоохранения с 5 до 10 лет. У многих срок уже истекает, а обязательства по обеспечению служебным жильем департамент исполнить не может, отметил Сергей Сверидов. То, о чем мы с вами говорили, да, вот так называемые доходные дома, мы надо построить, который был бы для специалистов, для врачей, для учителей, для тех средств, которых мы привлекаем. Где бы мы давали его, допустим, там, годную аренду. Если квартиры были маленькие, там, стоят 25 тысяч рублей месяцев, мы могли бы это сдавать за 10. И люди, отработавшие, к примеру, там, 10-15 лет, ну, 15 лет, да, ну, 10-15 лет, да, ну, 10-15 лет, посмотрим, могли бы потом иметь право на эгодную приматизацию этого жилья и уже остаться здесь спокойно работать, если они связывают будущее с окном. Это, с одной стороны, нам дают годные условия для специалистов, которые приезжают, а с другой стороны, они не просто платят за ее квартиру, они платят и фактически, таким образом, за, там, меньшую ее рыночную стоимость и его упаковку. Это хорошие условия, которые надо попробовать и запустить. Глава региона поручил руководителям профильных ведомств подготовить предложения для реализации этого проекта. Ирина Некешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Мусоросортировочный комплекс и оборудование для термического обезвреживания твердых отходов планируют доставить в Нарьинмар до конца октября. С 1 января 2020-го Ненецкий округ выходит на новый уровень обращения с отходами. Сейчас формируется материально-техническая база для работы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как будет происходить утилизация мусора в регионе, расскажет Ольга Русул. По новой системе работать с отходами планируют два региональных оператора. Муниципальный комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис». Планируется, что в зону ответственности комбината войдет городская агломерация. Нарьинмар, поселки Искатели, Красное, село Тельвиска. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района работать будет «Севержилкомсервис». Для формирования материально-технической базы комбинату по благоустройству и бытовому обслуживанию уже выделено 57 миллионов рублей из окружного бюджета. Как только придет техника, а техника это элементы по обустройству въездной группы, это фото-видео фиксация, это пункт весового контроля, это линия по обработке отходов и установка по обезвреживанию. Соответственно, как только оборудование придет на территорию округа, МУПКБ и БОС может податься на лицензию. Подаваясь на лицензию, мы сразу автоматически подаемся и на тариф. Новая схема обращения с отходами предусматривает вывоз мусора из населенных пунктов округа в Нарьинмар, где будут расположены мощности для утилизации твердых коммунальных отходов. Транспортировка будет осуществляться, конечно, силами в том числе речного транспорта. Это большая такая комплексная логистическая задача, она по масштабам схожа с опережающим северным завозом. То есть только в том случае мы развозим по населенным пунктам, будем говорить, топливо и энергетические ресурсы. А в данном случае мы будем, что называется, аналогичным веером собирать отходы. Отходы в населенных пунктах округа собирать на утилизацию планируется раз в год. Таким образом, на территории муниципалитетов должны будут создать специальные площадки для хранения ТКО. Этим займется Севержилкомсервис. Но об устройстве таких площадок в селах Тельвиска и НИС, деревне Макарова, из окружного бюджета выделено порядка 17,5 миллионов рублей. Мы уже, обрабатывая заявки администрации Заполярного района, планируем выделять дополнительные средства из окружного бюджета. Именно в том числе на создание их внутренней инфраструктуры. Несмотря на то, что это их полномочия, мы понимаем, что они одни не справятся. И мы пытаемся им оказать максимальное содействие. Еще одна задача в рамках перехода на новый уровень обращения с отходами – это ликвидация существующих свалок. Средства на эти цели из бюджета Ненецкого округа выделяются с 2017 года. Так, в этом году было выделено более 13 миллионов рублей. В следующем планируется выделить более 96 миллионов рублей. Ольга Русул, Влад Ткачев, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – компания «Ямагучи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам хорошего и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok